приветствую друзья с вами репетитор и коуч Дмитрий в этом небольшом видео давайте освежим наши навыки знания и умения в плане прохождения последнего задания на дуолинго тесте которая называется speaking sample оно же speaking interview смысл в чем это обычнейший speaking который вот в дуолинго у вас перед ним будет listen and speak слушаем и говорим полторы минутки потом read and speak читаем и отвечаем тоже полторы минутки в ielts в принципе вот говорим по карточке там две минутки желательно да вот здесь прикольчик в том что здесь нужно говорить на три минутки так как до мая месяца 2023 года это задание не оценивалось соответственно репетиторы и студенты особо и не заморачивались набулькаешь там что-то побольше все равно его не оценивают с 1 мая оно теперь у нас оценивается еще и как оценивается соответственно отношение к этому заданию надо поменять потому что ну вы понимаете три минутки это много то то есть на основании вот этих трех минуток алгоритм будет а может быть и проверяющий заглянет бог его знает будет анализировать ваш speaking и оно повлияет на ваш балл конкретно значит в чем основная трудность что ли такой основной челлендж все очень просто три минутки не так уж просто говорить на английском на какой то вопрос ладно если еще тема философская например там каковы ваши взгляды там на понимаете на нарастание протеида там в южной африке а вот я открыл рандомно смотрите такой вопросик давайте прочитаем вот это вот этот реальный вопрос который был и иногда мелькнет еще на дуолингу speaking sample name a food that reminds you of your childhood what about that dish makes it so special who do you most enjoy eating that food with and why переведем на всякий случай видите в словечки простые да тут детский садик назовите ну пищу пищу блюдо которое напоминает вам о вашем детстве а может пищу например если картофель вы можете говорить да вот картошку люблю понимаете или бананы а можете говорить о каком-то оливье соответственно можно и так и так что же в этом блюде или пище делает ее такой особой и с кем вы любите кушать эту пищу и почему такие как бы детские наивные вопросики и вот человека с рациональным таким менталитетом но более-менее хотя бы она заглючивает потому что как можно три минутки говорить типа я на своем языке такого не набалакаю да а тут три минутки да друзья вот так вот что я хочу сказать по своему опыту дуолингу любит что вы говорили побольше это факт будете говорить тут одну минутку а потом скажете дэти золь нажмете кнопочку вы не получите такого настолько высокого балла насколько вы получите если вы будете таким мужественно три минуты выдавливать из себя какую-то глупость поэтому надо говорить побольше и эта проблема да и не только для вас для меня тоже когда знаете вот такие глупые вопросы какая пища к еще дают тут начинает глючить сразу боже какие блюда я знаю так вот борщи супы бифтексы о мороженого мороженое да о вот мороженое данным или эти заезженная такая тема оладушки всякие блины панкейкс который мне пекла моя бабушка то есть я вам рекомендую сразу что-то простое вы понимаете никого не интересует что видите ли там я не знаю хрящи из холодца вы любили да это прекрасно но как вы их на английском как вы это оформить это нереально вы себя угробите и всего делов поэтому говорим о чем-то простом блины мороженое что еще там может быть суп в африке суп то есть то что вам легко говорить но вот три минутки да что делать что делать нужно тренироваться я очень часто сравниваю подобные задания со спортом вот как это выступление да и в единоборствах и не в единоборствах например гимнастики вы готовите сколько-то лет так хоть и в танцах какому-то выступлению и вы в этом выступлении выкладываетесь на полную катушку для вас время начинает как говорится течь по-другому вы растворяетесь в этом это вы выдавливаете себя все что можно конечно если у вас вдохновение вам легче выдавливать как некая сила другая через вас это делает если вы не поймали это вдохновение то вы чисто выдавливаете за счет своей энергии свое здоровье но это нужно сделать то есть натренироваться по-другому не получится конечно если вы очень разговорчив от природы есть такие люди там один ученик у меня там на 30 или 40 эта девочка которая ля 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 ты чего не спроси она будет трещать до вечера да тогда вам повезло в этом плане вы три минутки проговорите и но 99 процентов людей таким не страдают там есть много замкнутых интровертов и так далее для них это вообще кошмар поэтому только натренироваться в принципе натренироваться именно выдавливать из себя три минутки можно и без репетитора берем любые вопросы из IELTS speaking, Duolingo speaking, TOEFL speaking какие найдете засекаем таймер и вперед можно даже пойти еще дальше выдавливать из себя четыре минуты пять минут вы понимаете этот великий принцип тяжело в учении да легко вы если пять минут сможете ля 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 то уж три минутки для вас будут пролетать просто как такой технический прием но я сомневаюсь конечно что вы сами это с собой будете делать потому что леньки вам будет то есть надо репетитор который вас хоть как-то будет заставлять ну что давайте вместе ответим я честное слово не не готовился я никогда этого не делаю я сейчас что-то тут набакланю вполне возможно с ошибками я вам хочу показать что можно говорить три минутки да кстати обязательно отвечаем на все три вопросика обязательно многие ребята от волнения забывают о том что у них например вот вопросик номер два или три здесь тем самым они снижают себе балл потому что не ответили на этот вопросик так еще и лишают же себя куска ответа потому что это же вам прекрасный повод еще говорить это первый пункт второй вы имеете право кроме вот этих пунктов говорить о своих каких-то это на любом тесте на любом то есть вы поговорили об этом уже тошнит вас да все уже вы исчерпали себя уже а у вас еще одна минута мы расширяемся философски сейчас вам покажу как ну например вам даю где там от блины да были там у меня панкейкс бабушка там блины ля 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 я обо всем этом поговорил потом смотрю еще минута остается я начинаю философствовать типа вы понимаете сегодня я смотрю наблюдается ой блин извиняюсь такая тенденция к фастфуду например каким-то отравным там я не знаю куриным этим крылышком в которых нет ничего живого дни нефтепродукты там и люди жрут и это все без души а вот в то время как алатки или которые делали наши бабушки вот это венец понимаете человеческой души и духа и так далее так далее я пошел философию я по теме базарю по теме мне имеют право снизить бал не имеют ну как не имеют это им решать но я ж по опыту уже знаю то есть мы дописываем свои пункты и провоцируем себя великим вопросом почему внутри почему 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 вот я пошел в философию что сейчас там допустим блины не такие популярные сейчас я как гадость да типа даже если так не думаю мне же надо что-то вот а почему 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 ну я это не вслух говорю я про себя почему потому что сегодня то есть слово бекоза я вообще не говорю сегодня вы понимаете общество так динамично развивается все ускоряется и некогда людям даже алатки нажарить хотя алатки то быстро делаются но это все равно же надо напрягаться а зачем если на свою мерседесе заехал какой-то макдональдс вот вкинул в пузо какой-то непонятно чего и поехал дальше пускай переваривается ну дай бог переварится мне повезет ну и так далее так далее так далее окей все сейчас я переключусь на английский чуть-чуть она сейчас будет корявенько у меня потому что я не настраивался на это все и моя задача чтобы почувствовали что вы можете это сделать три минутки что это нужно сделать повысят балл и как это сделать как как натренироваться другого пути нету есть психологически определенный настрой там ну это уже мы с учениками немножечко на уроках это делаем ну что давайте попробуем обновлю страничку сейчас будет если обновиться дай бог три минутки у меня будет а вот только в этом году битвы сэбол дисплей сайбол только балл отцова с удовольствием киеве суперн кейкс буду говорить про блины хотя честное слово я не знаю что буду говорить про блины моя бабушка дело и блины не только блины но и блины ничем не лучше чем например котлеты данному потому что блины я вспомнил у меня вспомнилось слово те пенки x я знаю как будет мука дэу ой тесто дэу мука флауэр яйца всякие там сковородка фрайн пен я это знаю если мне надо будет я смогу их употребить в своем ответе если я полезу в какие-то филе и миньоны понимаете там какие-то ну и всякие там подливки зажарки так далее я не смогу там я запутаюсь не лезьте туда в те термины которых вы запутаетесь ну лезьте туда где вы красиво поговорите они в вашу великую правду ok so let's start just a second please let's see ok yeah three minutes so the food that reminds me of my childhood yeah a very good question i think i'm going to talk about those pancakes which were cooked by my granny when i was still a baby and then a teenager my granny is late so sadly but those pancakes are the most beautiful reminiscences i think from my childhood because she cooked them not quite very often maybe once every other week or something but you know i remember that day it was maybe every saturday so it was a feast for me a holiday of culinary ecstasy because they were so tasty especially considering that she gave them to me with either butter and honey something like that sometimes even with the red caviar you know yes when we could afford it so it was just hilarious i i was at my wit's end how i you know how i adored it so something special about this dish i wouldn't say that there is something anything special you know dough and flour and eggs and everything but maybe that spirit or a part an intricate part of my granny soul was embedded in that dish probably i i think you know what i mean yes uh the dish itself those carbohydrates and other elements they like they mean nothing but this gestalt when you eat it you feel elated you feel satire you feel just you feel that uh enlightenment nowadays you know when i'm living with my spouse from time to time i ask her to cook this uh dish these pancakes maybe not very often because i have like some diabetes and everything it's not advisable for me to eat a lot of dough and still i know that if i do it like once every other month or something it doesn't do any harm so i love eating it not a lot so we try to make them let's call it dietic uh because without those fatty oils or something on the special front pan but you know i feel great and my children also love them so of course i love doing it with my whole family sometimes i invite my elder children they visit us and we both enjoy this so-called family meal yes it's hilarious speaking about like if to speak more generally i think that nowadays the society is becoming more and more intense the rhythm of life is accelerating so of course it's like it makes no it seems not so wondrous that people forget about those those old kind traditions and recipes from the past i wouldn't say that it's bad or adverse or positive beneficial it's just as it is a lot of guys they just drive to those mcdonalds or kfcs and stuff their bellies with some chemical stuff i don't know i wouldn't do it because i want to feel pleasure from eating this procedure this ritual it's not just it's not just the chemical reaction is the ritual and this very ritual and tradition gives me that enormous satisfaction which cannot be obtained by any other means i think only from this culinary source о видите ну вот последнюю уже да минутку я уже чуть-чуть ну как выдавливал ну не сильно уже выдавливал и мог бы дальше умничать но все-таки давайте учтем что я то на русском то на английском и ну как я тут философствую с вами это не так уж просто если бы я настроился на вот это вот и чисто все на английском делал это было бы круче но моя задача не походить в говорить так что вы сказали вау а чтобы поговорить так что вы поняли что вы это можете сделать мы за вот эту мою балаконину мне допустим если берем дуолингу 160 да я уверен не поставят 120 не меньше а то и больше а большинство из вас больше чем 130 там по дуолингу и в жизни и не надо ни одному помощи моих учеников не надо было что ты больше 130 130 требовали надо да мы это делали 140 там 150 это уже я не знаю куда только в гарвард там на великую стипендию там на великую какую-то космическую инженерию да ну ну я шучу поэтому вот так как я говорил если вы так сможете поговорить вам будет высокий балл я вам гарантирую ну что друзья тренируетесь развивайтесь тренируетесь говорит долго засекайте буквально вот с телефоном с таймером это принесет свои плоды если вы чувствуете что сами не справляетесь это нормально потому что ну не зря в спорте бывает бывает частенько спортсмены берут тренера до приглашают бывает сотрудничать с ним годами это нормально коуч он в африке коуч если мудрый особенно то то вообще дар небес поэтому если вам нужен коуч обращайтесь я регулярно помогаю людям готовиться к этим тестам дуолингу айлс тоффл с эти другим и за эти последние 20 лет преподавательской практики я достиг определенных хороших результатов почитайте отзывы учеников на моих сайтах все ссылочки в описании есть поройтесь там найдете много интересного также самоучитель у меня есть опупенные для дуолингу дуолингу на 120 с плюсом тоже ссылочки есть в описании также самоучитель английского с полного нуля один из лучших в мире но я сомневаюсь если вы смотрите это видео про тесты конечно что вам нужен английский с полного нуля но тем не менее может бабушке нужен окей друзья я вас люблю встретимся в следующих урочках и и и и и и